Это новости на канале НСК-49 в студии Татьяна Чукжанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Бараки снесут, а что построят? На месте деревянных домов в микрорайоне Ща Академгородка планируется строительство высотных зданий. Появятся ли новые школы, дороги и больницы? Рак лечат нейрохирурги. В Национальном медицинском центре имени Мишалкина при помощи новейшего оборудования лечат онкологические заболевания. Только за прошлый год 6,5 тысяч пациентов с онкологией получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Профинансы под диктовку. В акции по проверке финансовых знаний в финансовом диктанте в этом году приняло участие около 15 тысяч человек. Значительно расширилась и его география. А теперь об этих и других событиях более подробно. В Новосибирске почтили память погибших во время блокады Ленинграда. Гражданская акция прошла в день начала блокады, продолжавшейся 872 дня. Что навсегда связало наш город с северной столицей и почему участники тех событий стремятся рассказать о них как можно большему количеству горожан, расскажем в нашем сюжете. Акции по случаю начала блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны проходят в нашем городе каждый год. Выступления чиновников, депутатов и полные искренних переживания выступления тех, кто лично застал те тяжелые времена. Даже если они тогда были в совсем юном возрасте. Для них события давно минувших дней до сих пор отзываются болью в сердце. Я родилась через месяц после начала войны и первый самый трудный год мы прожили в блокаде. Нас эвакуировали только в июне по Ладоге. Новосибирск в годы войны принял более 100 тысяч ленинградцев, многие из которых навсегда связали свою жизнь с нашим городом, сделав немалый вклад в его экономическое и культурное события. А еще новые заводы, так и оставшиеся в Новосибирске, учреждения культуры, образования и многое другое, что прибыло в столицу Сибири из военного Ленинграда. С тех пор невидимая нить связывает два наших города, говорят блокадники. Четверть населения Новосибирска прибавилось за счет эвакуированных из Ленинграда. Во-вторых, послевоенные связи, предприятия, которые здесь по существу остались ленинградские, учреждения культуры. Первое время, я помню, когда мы приехали в Новосибирск в 1964 году, даже трамваи были ленинградские, те самые с афишами, например, театра имени Пушкина. Конечно, есть связь. Сегодня этих людей часто приглашают на различные мероприятия, в школы и другие учебные заведения. Они проводят уроки мужества, выступают в роли почетных гостей на различных мероприятиях. И они рады такому вниманию, ведь с каждым годом их становится все меньше. Тяжелый удар нанесла и пандемия коронавируса. У нас за это время ушло 64 человека из жизни, наших блокадников, из города и области. И, конечно, светлая им память. Люди, пришедшие к стелле на площади Пименова, надеются, что память о тех годах не сотрется. И нынешние мальчишки и девчонки передадут ее своим детям и внукам. Память о том, что 79 лет назад, 8 сентября 1941 года, немецкие войска взяли в кольцо Ленинград. Именно с этого дня началась блокада города, продолжавшиеся 872 дня. Память о тех трагических и в то же время героических временах сегодня почтили и сами блокадники, в которых осталось несколько сотен человек и представители различных официальных структур. В Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины, который располагается под Новосибирском, впервые после пандемии прошли тактико-специальные учения. Как сотрудники и пациенты отреагировали на пожарную тревогу, увидел Александр Булдаков. Центр фундаментальной и трансляционной медицины – сложное многофункциональное учреждение. К тому же здесь есть очень тяжелые пациенты, которые сами и передвигаться-то не в состоянии. Поэтому проводить здесь учения, связанные с эвакуацией, всегда непросто. Это особенно актуально, учитывая масштабы нашего научного корпуса, а также тот факт, что мы одновременно имеем очень серьезную клинику. Плюс мы сейчас создаем такую довольно сложную инфраструктуру исследовательскую, дополнение к той, которой располагаем, где будут проводиться вирусологические исследования. А потому такие тренировки просто необходимы, ведь они повышают уровень готовности к пожароопасным ситуациям и к террористической угрозе. К тому же эти учения должны показать слабые места, на которые надо обратить внимание. Временной показатель, чтобы произвести эвакуацию и прибыль на место сбора для всех ходячих, сотрудников и пациентов клиники – 5 минут. Для пациентов клиники, которые передвигаются тяжело при помощи, я извиняюсь, костылей и других устройств, при помощи медсестер – 10 минут. Я скажу, что уложились. Самый последний пациент прибыл через 7 минут. Руководство исследовательского центра тоже считает, что все алгоритмы были отработаны хорошо. Сегодня будет показательная работа гражданской обороны, и в чрезвычайной ситуации придет машина, будет эвакуация больного с более высокого этажа, там третий, четвертый, это все будет показано. Но этот этап, наверное, больше оказался полезен для пожарно-спасательного расчета МЧС и сотрудников муниципальной аварийно-спасательной службы. Их специалисты продемонстрировали различные способы эвакуации неходячих пациентов. Говорят, подобными методами можно людей спускать даже с самого высокого этажа этого здания. В нижней зоне Новосибирского академгородка планируется снести и расселить все аварийные деревянные дома. Вот только планы этой реновации вызывают вопросы. На эту тему мы поговорили с городским депутатом Натальей Пинус. Двухэтажные деревянные дома по улице Героев Труда и в других местах нижней зоны академгородка не украшают внешний вид, а их жители вряд ли могут оценить все удобства и комфорт городского проживания. И, конечно же, эти строения надо расселять, а людям давать современное благоустроенное жилье. Таких домов у нас в нижней зоне академгородка 32. И нужно сказать, что существует в принципе механизм, специально созданный для таких проектов. Этот механизм называется комплексное развитие территории. Когда все вот это пространство вот этих вот домов для переселения так вот осмысливается, дальше планируется, что на их месте возникнут новые дома, что люди переселятся или в них, или еще в другие квартиры. Депутат горсовета, ссылаясь на планы мэрии города, считает, что данное комплексное развитие микрорайона Ща вряд ли привнесет комфорта его жителям. На месте вот этих домов хотят построить 18-этажные высотки. Планируется, что в результате переселения 27 только домов, численность населения увеличится, согласно данным мэрии, на 7 тысяч человек. Нужно понимать, что еще есть часть домов, которые тоже должны расселяться. В последние годы несколько высоток в нижней зоне были построены, достаточно внушительные. Ну и кроме того, уже есть планы, согласованные, выданы участки под застройку, еще целого ряда высотных домов. По подсчетам специалистов, отмечает Наталья Пинус, нижняя зона Академгородка прирастет примерно на 12 тысяч новых жителей. Это 25-30% от количества ныне здесь проживающих. Естественно, что в рамках этих проектов жители должны получить и всю инфраструктуру, то есть дороги, медучреждения, детсады, школы, а также достаточное электротеплоснабжение. При анализе вот этих вопросов мы, например, пришли к выводу, что далеко не все здесь проработано мэрией. И это, конечно, вызывает у жителей обеспокоенность серьезную. В частности, вот на встрече с мэрией, с мэром было озвучено, что возможно, пока еще непонятно совершенно, когда по срокам, но здесь будет построен детский сад на 220 детей. Но больше ничего вообще даже не называется. Наталья Пинус сообщила, что уже направили обращение депутатам Госдумы и главе нашего региона с просьбой обратить внимание на назревающую проблему микрорайона Ща. Также в документе есть и конкретные предложения того, как можно решить эти вопросы. То есть, как сделать, чтобы остались довольными жители, как расселяемых домов, так и других в нижней зоне Академгородка, а также мотивирует застройщика и власти на создание социальной инфраструктуры. Онкологические заболевания занимают лидирующее место среди других патологий. Хорошая новость в том, что теперь рак – это не приговор. О том, как лечат больных в отделении радиотерапии Национального медицинского центра имени Мишалкина, расскажет Елена Юрченко. Онкологическая помощь в Новосибирской области оказывается тремя медицинскими учреждениями – городским и областным онкологическими диспансерами, а также Национальным медицинским центром имени Мишалкина. В 2010 году здесь было открыто отделение радиотерапии для оказания высокотехнологичной медицинской помощи взрослым и детям с онкологическими заболеваниями. Больным с сопутствующей патологией, это сердечно-сосудистая патология, даже на ранних стадиях, первой-второй стадии, стали отказывать. И на примере Новосибирской области таких больных 10%. Вот из тысячи больных 100 отказали, потому что имеется сопутствующая патология. Поэтому в центре Мишалкина и БОЛ создан Институт онкологии и нейрохирургии для того, чтобы оказывать онкологическую помощь больным с тяжелой сердечно-сосудистой патологией. И как показывает практика, создание отделения было своевременно, так как с каждым годом количество людей с различными онкологическими заболеваниями увеличивается. Вот для примера я скажу. В центре Мишалкина в том году было пролечено 25 тысяч пациентов. 6,5 тысяч пациентов – это по профилю онкологии и нейрохирургии. Онкология помолодела, особенно у женщин. Самую молодую девочку, ей привело 2 года, самую пожилую женщину, ей было 95 лет. В центре рядом с лечащими врачами работают физики. Они программируют правильные векторы направления лучей и линейных ускорителей для того, чтобы при облучении не были задеты здоровые ткани. Почему произошло объединение онкологии и нейрохирургии? Очень важно проводить комбинированные и комплексные методы лечения именно во временном факторе. Нужно больную соперировать и постараться в ближайшее время провести лучевую терапию. В центре выполняются операции, в которых удаляется только пораженная часть органа. Возможности современной диагностики таковы, что рак можно обнаружить на ранней стадии и вылечить. Я думаю, что рак мы никогда не победим. Это к сожалению. Но вылечить мы его можем. И вылечить именно на начальных стадиях заболевания. На запущенных стадиях заболевания все, что мы можем, это продлить жизнь пациента. Иногда на полгода, иногда на год, иногда на десятилетия. Большая часть больных, которых мы пролечили, они живы. А это еще раз говорю, это мама, сестра, дочка, любимая женщина. По словам профессора, не бывает так, что сегодня ты здоров, а завтра у тебя рак. Его можно обнаружить заранее. Главное, раз в год проходить обследование. И тогда современная медицина сможет помочь. День финансиста отмечают в России в четверг, 8 сентября. Помимо традиционных поздравлений, в этот день в нашем городе уже в третий раз прошло мероприятие, призванное приобщить к миру финансов как можно более широкий круг людей. Причем в этом году оно постепенно выходит на общероссийский уровень. Почему финансовый диктант с каждым годом становится все популярнее, и какие вопросы способны поставить в тупик даже специалистов, узнал Василий Акимов. Диктант эпохи интернета и развития гаджетов выглядит совсем не так, как его представляют многие люди. Никаких бумажек и людей на трибуне, зачитывающих задания. Достаточно смартфона с выходом в интернет и хотя бы минимума знаний в голове. Именно так в Новосибирском государственном университете экономики и управления прошел финансовый диктант, призванный повысить грамотность жителей нашей страны в этой сфере. Те процессы, которые происходят в современном мире, вот эта перезаккредитованность, до сих пор еще существуют финансовые мошенники, говорят о том, что здесь еще, простите, наверное, за такое сравнение поле непаханное, есть куда приложить университету свои усилия. Идея финансового диктанта нашла воплощение в стенах этого университета в 2020 году. Тогда прошло первое такое мероприятие. С тех пор расширяется и количество участников, и география проведения. Меняются и вопросы, на которые приходится отвечать. Их составлять с участием экспертов финансовой отрасли с расчетом на то, чтобы и человек, слабо разбирающийся в этой сфере, смог найти правильные ответы. Причем проблемы финансов столь многогранны, что даже повторяться не приходится. В этом году мы привлекли к сформированию вопросов наших партнеров, коллег, в частности, Новосибирский дом финансового просвещения. Мы привлекли банковское сообщество. Все поучаствовали, чтобы вопросы были интересными, понятными. А главное, чтобы они обозначили интерес аудитории к тому, чтобы потом самостоятельно, а может быть, с привлечением финансовых консультантов, поработать над тем, чтобы повысить свой уровень финансовой грамотности. За каждый правильный ответ начисляется один балл. Всего вопросов в этом году 22. Нашей съемочной группе удалось правильно ответить на 16 из них. Говорят, не такой уж и плохой результат. Учитывая, что некоторые задания вызвали трудности даже у студентов университета. Вопросы про налоги, я их никогда не платил. Ну, так в открытую. Бытовые какие-то вопросы, они были замечательные, я на них ответил верно. А в остальном все было легко. Были вопросы некоторые сложные. Мы затруднялись ответить, но отвечали, конечно же, неправильно. Но в ходе этого мы узнали правильный ответ. Там в конце показываются результаты. Все будет хорошо. Как минимум, в финансовой сфере. Именно это пообещали организаторы финансового диктанта его участникам. Ведь повышение своей финансовой грамотности поможет избежать многих уловок мошенников, спланировать свой бюджет и не набрать неподъемных кредитов. И по словам специалистов, здесь важнее даже не то, сколько у вас знаний, а интерес к теме и стремление повысить свою грамотность. Ведь зачастую весьма неприятные ситуации, связанные с финансами, попадают именно те люди, которые уверены в себе и в своих познаниях. По словам организаторов, финансовый диктант в этом году написали более 15 тысяч человек. Также география проекта значительно расширилась. В нем принимают участие не только жители Сибири, но также Урала и Дальнего Востока. Книжная Сибирь Книжная Сибирь будет работать с 16 по 18 сентября. В программе интересные события и для детей, и для взрослых. Презентация издательств и писателей, лекции, мастер-классы, встречи, концерты и литературные чтения от российских и зарубежных авторов. Помимо известных российских писателей, ожидается участие представителей шести-семи зарубежных стран, в том числе Сирия, Армения и Белоруссия. А Институт Конфуция представит китайскую литературу. Кроме того, приедут представители более 80 издательств, которые уже традиционно будут продавать книги с 10 и 15% скидкой. Также пройдет ряд мероприятий для профессионалов книжного рынка. Среди них форум «Диалог с книгой», конкурс «Книга года. Сибирь-Евразия». На одном из круглых столов обсудят, в частности, импортозамещение культурных трендов, в том числе такого, как японские комиксы «Манго». А заведующий отделом культуры русской речи Института русского языка Российской академии наук Алексей Шмелев проведет лекцию «Русский анекдот» в 20 и 21 веках. Вместе с публикой известный российский филолог будет искать ответы на вопросы, чем анекдоты 21 века отличаются от анекдотов прошлого столетия, и почему Штирлиц, Вовочка и Чукча – любимый герой анекдотов. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru и в соцсетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok